14 апреля в Ледовом дворце спорта имени Вячеслава Фетисова стартовали соревнования фигуристов. Омск встречал участников чемпионата и первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В соревнованиях приняли участие фигуристы из Томской, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев. Очень приятно, что нам снова Ассоциация фигурного катания и Федерация фигурного катания России дали право проводить чемпионат Сибири и Дальнего Востока. Приехали наши лидирующие спортсмены региона. Я думаю, что в Омске фигурное катание развивается. У нас в школе есть Ирина Родниной и в комплексах спортивных также развивается. Поэтому проводить такие соревнования, где ребята могут выполнить нормативы кандидата мастера спорта и мастера спорта, конечно, это очень достойно. В Омскую область на турнире представили 13 человек, 5 юношей и 8 девушек. Никита Кадынин, один из главных претендентов на медали по программе мастеров спорта, усердно готовился к соревнованиям. В короткой программе задача Никиты – передать дух Ирландии. Особенно, что этот танец, он как бы передает радость Ирландии. То есть, как бы надо показать ней радость, как будто по лугу бегаешь. По словам специалистов, Омская школа фигурного катания – одна из ведущих в стране. Наши спортсмены на каждых соревнованиях стараются приложить максимум усилий и достойно представить свой регион. Я хочу на этих соревнованиях выполнить мастера, сделать тройные, которые у меня стоят в программе, ни разу не упасть. Ну и хорошо прокатать, улыбаться. Участники чемпионата и первенства имели возможность завоевать звание кандидатов в мастера и мастеров спорта. Однако не так просто сегодня получить новый спортивный разряд в фигурном катании, рассказывает главный судья соревнований Татьяна Одинокова. Требования сейчас к программе для выполнения кандидатов в мастера спорта и мастер спорта ужесточились намного. И вообще уровень фигурного катания в России и в мире стал настолько высоким, что некоторые результаты спортсменов просто воображение поражают. И очень приятно заметить то, что в принципе ведущие спортсмены региона Сибири и Дальнего Востока, они идут в ногу со временем. Сибири и Дальнего Востока